добрый день на библейский портал экзегет поступил вопрос как быть пожилым людям которых не научили вере ну вопрос поставлен так как быть ну как они хотят так и быть во первых потому что чего они хотят если они хотят научиться вере и об этом сами спрашивать наверное так было бы проще что делать пожилым людям которые хотят научиться вере чтобы чему-то научиться надо этому учиться вспомнил наш северный поселок усть каринга 150 157 человек проживают в поселке и в храме всех сибирских святых во время божественной тургии собирается одна шестая часть поселка 25 26 человек стоят там одна шестая часть представляете представляете одна шестая часть москвы завтра придет в храм это будет очень много я думаю что всех храмов наверно не хватит чтобы вместить всех кто возжелает из одной шестой войти внутрь храма почему одна шестая часть являются верующими людьми не потому что их учили не потому что они получили классическое образование с детства и их водили в храм и участвовали не в таинствах и мероприятиях церковных просто эти люди внутренне как у тертулиана христианство это душа человека по природе христианка она по природе христианка и она по природе способна верить в добро в зло разделять давайте понятия и поэтому когда человек видит храм у него всегда ассоциации только положительные он значит что это добро это любовь и когда человек заходит в храм даже если там ничего не понимает но хочет начать понять достаточно только зайти и посмотреть что тебе понятно то и начать делать понятно тебе иконы подойти к иконам посмотреть попытаться пообщаться подойти подсвечнику если тебе понятно что это за предмет и что происходит вокруг него взять свечку поставить свечку и попытаться сформулировать молитву я помню что когда мы были совсем юными людьми и попытались зайти в храм даже наличие огнестрельного оружия у нас на форме давала создавала нам препятствия мы переживали что вдруг нельзя в храм входить с огнестрельным оружием мы пытались там бабушкам в иконной лавке дать подержать наши пистолеты но тем не менее когда мы сказали что оказывается можно заходить с пистолетом мы спокойно заходили и спокойно спрашивали у людей что можно делать нам показали свечи подсвечники я помню что когда я видел икону архистратига михаила мне захотелось внутренне помолиться за деда который был у меня воином 7 лет отвоевал великую отечественную войну был награжден и живым вернулся обратно и почему-то всегда около архистратига михаила мне хотелось молиться за деда когда я видел икону богородицы мне почему-то захотелось помолиться за бабушку и за маму и как-то вот все остальное было наполнением продолжением того что душа сама тянулась душа по природе сформированная добром при всем том что внутри ее существует зло она все равно стремится к богу и в любом возрасте в юном среднем в пожилом в старом возрасте когда только человек возжелает найти бога бог непременно выйдет ему навстречу помоги господи внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео